А так ли это? Время эфира определимся с этим. Сегодня мы в понедельник днем, впрочем, как и всегда, будем обсуждать и рассуждать о нашей жизни, о нас самих, о том, что важно, о том, что не очень важно. Сегодня об очень важном. Очень важном. О деньгах мы сегодня будем говорить. Практически вечный альянс. Ну, с тех пор, как возникли рыночные отношения, мы и деньги. Так вот, обсудим мы в течение часа несколько аспектов. Попробуем, по крайней мере, уложиться в час, потому что чего-то этих аспектов очень много. Но это, конечно же, зависит от вашего участия в нашей программе. Спасает то, что никто не в чате. Нас никто не слушает. Никто не написал. Поэтому можем говорить все, что угодно. Машите руками. Да, из машин проезжая мимо. Итак, первый аспект. Сейчас все серьезно. Наши отношения к деньгам. Вопрос вам. Как вы относитесь к деньгам? Что значат для вас деньги? И как вы думаете, что такое нормальное, адекватное отношение к деньгам? Аспект второй. Финансы и семья. Вопрос первый. Муж, жена. Кто зарабатывает, тот и главный? Естественно, это не утверждение, это вопрос. И второй вопрос касательно финансов и семьи. Нужно ли платить своим детям? Ну, неважно, за что и каким образом, но нужно ли платить именно деньгами? Третье. Говорят, что человек зарабатывает на жизнь фактически значит, что он зарабатывает деньги. Как думаете, почему идет такое отождествление жизни и металла бренного? И, наверное, самый наболевший вопрос. Как думаете, не является ли наша зарплата синонимом нашей ценности? Вот такие серьезные вопросы мы сегодня попробуем обсудить в течение часа. Вы можете ответить на все вопросы сразу. Можете выбрать для себя один наиболее наболевший. Денег мало, вопросов много. Телефон прямого эфира 658105. Это городской номер 08125. Бесплатный Билайн. Вы также можете нам писать по ICQ. Номер ICQ 440 1240 22. Стучитесь, пишите. И онлайн-трансляция у нас работает. Да, вот уже Семен пишет в чате. Ну, ничего так, 14 человек онлайн. Ну, пока... Нет, уже 18. Но пока никто, Семен, ничего не написал относительно денег. Либо кликайте просто на первую картинку с изображением красного микрофона, и вы попадете как раз в студию «Серебряного дождя» в Барнауле. И там, справа в чате, можете писать все свои мысли сегодня касательно денег. Итак, давайте для начала выясним, что такое нормальное отношение к деньгам вообще в принципе. Что такое деньги? Что значит деньги для нас? Вот, как мне кажется, у нас же существуют богатые жмоты, например, скряги, и бедные, наоборот, транжиры. Щедрые такие. Да, щедрые. Безумно. То есть, получается, что отношение к деньгам зависит не от доходов, а прежде всего от характера и от собственной личности, от ее особенностей. Так или нет? Я пока еще не могу так однозначно сказать. Просто вот когда-то я был щедрым, очень щедрым. А сейчас скряга? Не совсем. Но учусь, учусь, тренируюсь, тренируюсь качественно. Вот. А раньше мне как-то один из моих друзей, Валерий, сказал великолепнейшую вещь. Он говорит, ты знаешь, почему у тебя денег нет? Я говорю, почему? Потому что ты хочешь тратить не на себя. Я говорю, и в чем проблема? Он говорит, ты хочешь вот стать добреньким. Что значит тратить не на себя? Я вот этого не понимаю. В смысле, на жену и на детей? Так это то, что самое, на себя получается. Нет, тогда у меня еще не было семьи. Тогда вообще у меня не было семьи. А вы раздавали всем людям на улице? А я как-то прям щедрый был. Ужасно. Я не одобряю такого поведения. Значит, вы не уважали деньги, которые вы зарабатывали? Вот, вот, вот. Он сказал, ты хочешь за счет денег, ты помогаешь всем. Я говорю, ну это же хорошо помогать, нас же так учили. Он говорит, нет, если бы Бог хотел им помочь, он бы и дал им денег. А ты хочешь быть круче Бога, и давайте... Да, мне понравилось. Еще один взгляд на это дело. Так что с деньгами, я не знаю, на деньги однозначно смотреть пока трудно. Я не знаю, почему сегодня действительно, то ли мне передалось, то ли еще тоже. Действительно, такое веселое отношение к деньгам. Я сегодня только вспоминал этот чудный анекдот, как одна женщина сказала. Раньше я любила лето. Но когда я поняла, что лето может быть в любое время года, были бы деньги, я полюбила деньги. Прекрасная фраза. Мне понравилось. Про любовь к деньгам это прелесть. Вот сообщение от Сергея. Он пишет, я считаю, что деньги это мера труда, но не ньютон на метр, как нас учили в школе, а в рублях-долларах. Зависит от типа работы. Ну, может быть. Может быть, у вас есть свои какие-то мнения? Как вы думаете, что такое нормальное отношение к деньгам? Как вообще формируется это нормальное отношение к деньгам? Все-таки все начинается с детства. Поэтому нужно обязательно будет обсудить вопрос воспитания. Алло. Обязательно. Алло. Добрый день. О, Дмитрий, здравствуйте. Еще раз. Так вот, значит, есть вот такой парадокс. Вот он в нашей стране пока никак не развит. А вот, допустим, в странах Европы, Германия, Франция, та же Бельгия, вот Бенелюкс этот весь, в том числе и в Польше, возникает вообще такая интересная штука. Встречаясь с человеком, ты никак не можешь определить, кто перед тобой есть. Просто гражданин планеты там или конкретной страны. Скромно одет, значит, если женщина, часто даже без косметики или там чуть-чуть совсем, зимой и летом практически в одном и том же джинсы удобные, там обувь и все прочее. Ну, если деловой человек, ну, в костюме, не бросающемся в виду, просто опрятный и аккуратный, и ты не знаешь, что перед тобой, просто гражданин. Но на счете у него есть и даже много. На себя не тратят вообще практически. Вкладывают в дело. Вот это самое лучшее отношение к деньгам. И тогда деньги в ответ относятся к тебе тоже положительно. Теперь посмотрите на наше, так скажем, государство и на наши граждане. Что у нас происходит? Если автомобиль, то надо, чтобы, значит, очень большой или, так скажем, очень дорогой. Если золото, то все, даже в пупке. Значит, если это косметика, то утром в вечернем макияже как будто бы не умывалась. Или уж такие ресницы накрутят, что мама дорогая. Сейчас замахает и простудишься. Вот, поэтому здесь вопрос следующий. Разумная трата заработанных денег всегда приводит к тому, что можно какую-то часть оставить, там поднакопить и что-то куда-то с пользой потратить. Особенно это заметно вот у наших производственников. Посмотрите на директоров или главных инженеров крупных строительных фирм. В принципе, они ездят на дорогих машинах, но они куплены предприятием. Но они одеты скромно. Все деньги в производство. Вот правильная трата денег. А не то, что там, как в цыгане, все золото ношут с собой. Вот это смысл. Это один момент. Второй момент заключается в том, что нельзя ценить, так скажем, деньги и человека по труду, за которую он деньги получает. Оценка человека должна происходить по мозгам по его, а не по деньгам, которые у него в кошельке. А если эти мозги не ценятся? Ну, значит, тогда надо искать, где не ценятся мозги. И понимаете, вот я встречался, так скажем, в Красноярске с иностранцами, значит, французы, которые приезжали туда на всякие, так скажем, там, обучающие программы учить наших сибиряков жизни. И вот они, значит, имеют очень большой кругозор. Там у них эти мозги не ценятся. Там переизбыток мозгов по Франции. Они приехали поделиться сюда этими мозгами. В принципе, вот они увидели, что тут ценятся. И они каждый год там или раз в год, два раза в год приезжают и делятся своими знаниями. В принципе, это не на уровне того, что они тут семинары платные проходят. Это лекции для студентов, повышающих свою квалификацию в вузах. Это, значит, идет централизованная оплата в этот самый вуз за предоставленные лекционные часы. Вот нормальное отношение к человеку. И, с другой стороны, внешне мы должны относиться к человеку одинаково. Покуда он не начнет говорить первое слово. И вот какое это слово будет сказано и какой интонацией, вот тут уже, соответственно, можно относиться к человеку. Дмитрий, мне интересно, ваше мнение, знаете, насчет семьи. Детям надо платить? Детям надо давать деньги на карманные расходы до 14 лет. Просто так, не за что-то? Просто так, потому что есть на то закон, мы обязаны содержать своих детей. Значит, на карманные расходы. Значит, в законе прописаны разумные затраты до 1 тысячи рублей. Значит, в день, в месяц, в месяц. Это карманные расходы ребенка. То, что мы можем потратить себе, это позволяет контролировать его расходы, чтобы не пускал туда, куда не надо. Если он, появились деньги больше, чем этот лимит, условный, скажем, да, который прописан в законе, надо призадуматься, дорогой. А не убил ли ты кого, или не ограбил кого? Или ты чем заработал? Если он скажет, что он разгружал вагоны, там, с арбузами, надо только это поприветствовать и пожелать успеха в производстве. Значит, но после 14 лет полезно этому ребенку, он уже имеет паспорт, он гражданин полноценный, сказать, вот тебе тысяча рублей, там, или две, остальные заработаешь сам и помочь трудоустроиться. По крайней мере, мои родители сделали вот так. Я после 14 лет ходил, работал на шинном заводе. И, в принципе, считаю, что это правильно. Понятно. Спасибо большое. Подождите, еще одно мнение. Значит, а, то есть, еще один момент, важный, так скажем, в этом вопросе. Мы слушаем. А когда родитель тратит на ребенка деньги, обеспечивая его, значит, уже при достижении пенсионного возраста можно на это свое чадо вполне по закону, а не по морали. А может быть и по морали, и по закону. С процентами выбить. Это правильно содержание своего родителя престарелого, потому что он же тебя содержал, когда ты был маленький. То, что называется алименты. Да, это, кстати говоря, это очень принято. Буду иметь в виду. В Европе. Это очень принято. Значит, когда родители содержат своих престарелых родителей, будь то дома, будь то в социальных учреждениях, будь то где, но это факт. И вот этим надо уметь пользоваться. Значит, если ты этим не умеешь пользоваться, либо ты чересчур добренький, либо ты, так скажем, потом не надеешься, что твое чадо тебе, так скажем, отплатит. Отсюда мы видим моменты, которые связаны с тем, что показывают по некоторым телеканалам и по радио, что там избили, бьет свою мать там или отца, либо вообще забыл, как они выглядят. Ну, понятно. Дмитрий, спасибо большое. Надо остальным-то тоже дать высказаться. Да. У нас в чат оживился, что очень сильно радует. ЛТПРС.РУ.Слэш.Лайф.Слэш.Решетка.Сильвер.Рейн. И Евгений Москва пишет. А что такое нормальные отношения? Евгений, мне кажется, я имею в виду нормальные отношения в смысле здоровые отношения. Вот вспомните хотя бы любые... Здоровые такие отношения. Да, действительно. То есть, есть же люди, у которых вечно какие-то долги, независимо от их зарплаты. Вечно какие-то траты. Или кто-то там в казино проигрывается. Я, кстати, даже читала, есть такое понятие, как денежная анорексия, что ли. Это же какая-то болезнь вообще. То есть, это да, это нездоровое и ненормальное отношение к деньгам. А как к деньгам относиться адекватно? Как к деньгам относиться нормально? Вот именно этот вопрос нас и интересует. Но мы сейчас прижмёмся на рекламную паузу и затем вернёмся в студию и продолжим нашу беседу. Итак, мы продолжаем, мне кажется, совсем недавно начатый разговор о деньгах. А мы сегодня именно о них говорим. Итак, ещё раз повторю вопросы. Как вы относитесь к деньгам? Что значит для вас деньги? Что значит нормальное отношение к деньгам? Финансы и семья? Муж и жена. Кто зарабатывает, тот и главный? Или же как-то по-другому? Нужно ли платить своим детям? И не является ли зарплата синонимом нашей ценности? 65-81-05. Алло, добрый вечер. Алло. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Машенька. Здравствуйте, Алексей Васильевич. Добрый вечер. Добрый вечер. К деньгам нужно относиться без фанатизма. Это первое. Детям, чем раньше ребёнок начинает понимать, что деньги достаются трудом, тем лучше. Мы, по-моему, на эту тему уже говорили, когда говорили о воспитании детей. Я приводил пример, что вот мы с другом своих сыновей, одному было 10, другому 11. На летних каникулах они катали нам колёса, откатывали, значит, когда мы снимали колёса с машины, они их откатывали в сторону. За это они имели с каждой машины 5 рублей. Блокнотик был. Сколько машин за день прошло. Сколько денег они получили. Куда потратили. Мороженое-то всё. Как разделили. Вот столько-то каждому досталось. Учёт с 10 лет. Сейчас моему сыну 26, и я вижу у него отношение к заработанным деньгам абсолютно без фанатизма. То есть, очень плохо, это очень трудно, вот без фанатизма относиться. Люди либо плачут, что им, ну, они всегда плачут, что денег не хватает. Ребята, если денег не хватает, значит, у вас потребности слишком завышенные по сравнению с тем, сколько вы стоите. Вот, стоп-стоп-стоп-стоп. Мне в этот момент говорят, не надо по бомжам равняться. Нет, здесь вопрос такой. Я вот, у меня супруга педагог, и я всегда говорю им, когда слышу, какая у них ставка у педагогов, понимаете, я говорю, девочки, вы почему не объявите вот такую всеобщую забастовку? То есть, мы 1 сентября не выйдем преподавать до тех пор, пока наша зарплата не будет приведена в соответствии с теми расходами, которые в нашей стране, в общем-то, вытекают, просто вытекают из тарифов коммунальных и все прочее. И зарплата чиновников должна соотноситься с зарплатой врача, учителя, врача районной поликлиники, не частной клиники. Врача, учителя, понимаете, вот зарплата чиновника должна быть, социологи давно уже это провели исследование и говорят, что 8 раз, вот это максимально, у Святослава Федорова, покойного, микрохирургия глаза, вот у него было так, и у него был самый высокий оклад, это 8 окладов санитарки. А остальные все, вот медсёстры, врачи располагались внутри, от 1 до 8. И он говорит, если я хочу кому-то повысить зарплату, я могу перевести его только в более высокую категорию, а если я хочу себе повысить, мне нужно повысить зарплату санитарки, ее оклад повысить, и у меня автоматически тоже возрастет. Вот это правильно. Тогда кто же захочет быть чиновником? В том-то и дело. Менять надо чиновничество, менять. Ну, это уже тема другой программы. Это политика, мы ее не касаемся. Да, спасибо большое за ваше мнение. Еще, еще, еще вопрос, вы о семье говорили. Да, да, да. Кто в семье главный? Ну, я не знаю, каждая семья решает по-своему. Например, семейный бюджет ведет супруга. Супруга у нас главная в семье. Она же сама знает, сколько чего надо купить. Я же не знаю. Понятно. Ясно, Сергей? Женщинам дорога в семье. О, хорошо сказано. Женщинам флаг в руки. Спасибо большое за звонок. Ой, какое интересное мнение у нас появилось. Олег пишет. Да, 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 у нас зарплаты раздуты. Олег, вы откуда пишете? Я понять не могу. Везет же вам, Олег. Раздуты безосновательно. Раздуты безосновательно, а следовательно, раздуты безосновательно цены на товары. Ну, со вторым, может быть, я соглашусь. Далее. Переходим в наш чат. Евгения Москва пишет. Нормально или нет, как мы боимся быть ненормальными? Как мы боимся быть ненормальными? Я такой же, как и все. Ничем не отличаюсь? Далее. Дон Барон пишет. Деньги – обменный материал на материал, а также является стимулом для воплощения своих капризов, а также универсальное средство от лени. Интересно. НАТО. Отношения. Надо управлять деньгами и не доводить до того, чтобы деньги управляли тобой. Семен Барниаполь пишет. Богатый человек – не тот, кто больше зарабатывает, а тот, у кого больше остается. Далее. Евгений пишет. Евгений Москва. Вы имеете в виду зависимую, в скобках, болезненную зависимость от денег? Евгений, вы уже… Хватит вопросы задавать, ответьте, выскажите, в конце концов, свое мнение относительно денег. Вопросы и я умею задавать. Далее. Семен Барниаполь пишет. Вот, согласен Сергей, мне тоже кажется, что банально давать детям денег не стоит. Можно помыть посуду за деньги. Ну, или колеса катать. Какие колеса? Да и мало ли, дома можно полезных занятий придумать. Ох, не согласна я с вами, Семен. Это потом ребенок будет все делать, наверное, исключительно за деньги. Во-во-во-во-во-во. Иди-ка сходи, а ты мне сколько за это дашь? А я тебе нисколько не дам. Все-таки у детей это должна быть не как какой-то условный рефлекс вырабатываться, как у собаки Павлова, а больше походить не на зарплату, а на некую такую награду. Можно тогда здесь корректировочку? Естественно. Пока никто не звонит, успею сейчас быстренько. Так вот, есть такое понятие семейный бюджет. Вот все, что необходимо. Семья – это все-таки совместное предприятие для выживания. И мне как-то пришлось консультировать семью. Там они пришли и сначала испугались, что сын у них наркоман, потому что это было еще в годы первой перестройки, когда выдавали зарплату всякими кухонными комбайнами, унитазами, там еще всеми подряд таким бытовой техникой, которая склады затаривала. Вот. И они пришли, почему, говорят, сунулись наверх, а там в этих коробочках уже ничего нет, они пустые. Мы испугались, вдруг наш ребенок наркоман, парнишка уже взросленький, учится в колледже или в техникуме, там сейчас я не помню, или в училище, ну где-то вот учится на автомеханика. И они пришли всей семьей, папа, мама, сын, пришли, говорят, вот посмотрите, что, поговорите. Поговорили, сын говорит, а они мне не дают на карманные расходы. И мы начали обсуждать тему, то, что называется семейный бюджет. Я говорю, мы объединяемся, вносим вот эти общие деньги, потому что, ну, в общем, выживать легче, чем по отдельности. И это каждого свой вклад. Я говорю, ну вот папа вкладывает, он продает свое время, приносит эти деньги, консервированное время, и обеспечивает тем самым семью. Мама говорит, ну вот, а я не работаю. Я говорю, здравствуйте, вы работаете домохозяйкой. Если бы нанять женщину, которая где-то купит продукты, принесет, сготовит, и все это, вышло бы еще дороже. То есть вы вносите чистым временем. Я говорю, а вот ты, я смотрю, взрослый, здоровый, красивый, умный и сильный оболтус. Что вносишь ты в семью, чтобы хотеть взять из нее? Я говорю, я понимаю, если бы ты помог папе, что-то сделал за него, а папа тебе поделился бы деньгами. Или бы ты что-то помог маме за это вот что-то как-то деньгами. Но если он того минимума в семейный бюджет не вкладывает, то почему он из семейного бюджета обязан брать? А особенно если он, ну что, домашнее животное. А сколько ему лету еще раз? Ну, уже 15, по-моему, или 16 было, ну что-то уже такое вот. То есть, но мне понравилось, что он не мог тогда устроиться на работу, но он пришел к отцу в гараж. И мужики в гараже, так как он учился на автомеханике или на автослесаре, я не помню там на что, и ему говорят, вот промоешь карбюратор, столько-то твоей. Он быстренько промывал карбюратор, ему платили. И так далее, и так далее. Так вот там он заработал свои деньги. Машенька, извините, я хочу маленькую реплику. Немножко меня не поняли люди, вернее, вы меня не поняли, те, кто в чате пишут. Помыл посуду, да, и вот столько получи. Неправильно, вот как Дима правильно говорил. То есть вот у тебя на неделю, например, 250 рублей. За это ты должен после себя посуду помыть. Если папе некогда, папа убежал, значит, папе, ну заодно посуду помыть, а у тебя время есть. Комнату содержать в порядке и все прочее, прочее. То есть вот ты в доме должен выносить мусор, сходить за хлебом и так далее. Если ты вот это не выполняешь, мы просто урезаем тебе твой недельный бюджет. Вот и все. Понятно. А вот каждое действие в доме, сходи за хлебом, а сколько ты мне дашь? Тут сразу надо брать ремень и сказать, вот это я тебе сейчас дам. Что вы, про ремень в эфире. Ремень в эфире. Не надо нам ремней в эфире. Спасибо, Сергей. Семен пишет, а мне кажется, если просто давать детям деньги, ребенок никогда не научится их зарабатывать. Помните, в чем дело? Как мне кажется, у ребенка в любом случае лет до 15-16, а то и, дай бог, 20, в любом случае не сложится адекватного отношения и ценности, понимания ценности денег, и то, каким образом они достаются. Потому что своему, например, 10-летнему ребенку вы не скажете, если вот не будешь там то-то делать или то-то делать, не сможешь платить нам за ренту в квартире, и мы тебя выгоним. Или ты там вообще не сможешь жить никак. В любом случае вы будете ребенка кормить, поить, он будет обут, одет и спать в чистой, уютной кроватке. Потому что это ваша обязанность в любом случае. Ну, тоже по мере возможности. Ну, естественно. Потому что... Дмитрий Барнаул, у ребенка должен быть свой маленький бюджет, и он должен учиться укладывать в этот бюджет свои желания, капризы и так далее. Евгений Москва, соглашусь с вами, Семен. Кроме того, хочу добавить, что неплохо бы родителям не просто смотреть, как ребенок учится зарабатывать, а еще и научит, как зарабатывать. Далее Олег пишет. Деньги платежное средство, но если в старину они были эквивалентом золотого запаса, то современная банковская система обесценила деньги. Поэтому веры деньгам все меньше и меньше. Правы люди, считающие, что всех денег не заработаешь, а потому их надо ровно столько, чтобы о них не думать. Вот где, где начинается? От какой суммы начинается, чтобы о них не думать? Очень интересно, конечно. Мне нравится, вспомнилась такая, опять же, хорошая фраза. Единственное, что на земле разделили по-честному, это деньги. Их не хватает всем. Далее Олег же продолжает, что семья – это дуэт, решающий общий для этого дуэта задачи, идущий к совместной цели. Бюджет в семье должен быть общим, иначе лебедь, рак и щука получится. У кого лучше получается зарабатывать, тот пусть это и делает. Ведь не забивает же гвозди тот, для кого это чревато увечьями. Платить детям нужно, выстраивая правильное, ну опять-таки, какое оно, отношение к деньгам и давая почувствовать их вес и цену. Да, мне кажется, это сложновато сделать. Предпринимательская жилка не испортит. И деньги являются мерилом ценностей и положения человека в городе, считает Олег. В деревнях, где нет работы, нет фиксированных зарплат, люди умудряются строиться, есть и деваться, не имея постоянного доступа к бренному металлу. Вот так. В деревнях коммунизм. Угу, коммунизм. Ну ладно, не будем обзывать это коммунизмом. Павел пишет, дети бывают разные, и в пять лет все понимают. Особенно, ну, ребенку трудно объяснить, что такое деньги и как они зарабатываются и так далее. Говорит, ну, у меня сейчас сыну тоже младшему десять, и приходится объяснять. Другой вопрос. Очень тяжело объяснить, что вроде все работают, кругом все работающие, а вот денег на какие-то определенные вещи все равно нет. Нет, ну, я говорю, что вот, например, мы идем в парк, да, и ему охота там и на каруселях покататься, и на батуте попрыгать, и на катамаранах, и все. Я говорю, понимаешь, сын, чтобы вот эту вот сумму заработать, мне вот, мама там или я, мы целый день вот там сидим, отвечаем на вопросы, вот консультируем, то-то, то-то, целый день на работе. Вот за целый день нам платят ровно вот столько. Но вот мы с мамой решили, что ты сегодня, так, у нас сегодня праздник, мы сегодня вот столько потратим, ну, на увеселение. Вот это мы с мамой в кафе, а ты вот, вот тебе денежки. Это был очень интересный эксперимент, особенно для меня. Сначала мы выдавали сыну вот это вот на катамараны, вот это вот туда, вот это туда, а он можно еще туда, можно еще туда, это так как-то интересно было. А потом говорю, ты дай ему всю сумму, и пусть он выберет сам, куда ему надо. Считать он уже умеет. И мы ему дали эти деньги, вот где был у парня тяжелый выбор. Вот это, наверное, это был самый шикарный аспект в воспитании ребенка, и мы прям, я же взвизгнул от кайфа, вот был правильный воспитательный момент. Вот на тебе деньги, иди выбирай. Вот это все, что мы можем на сегодня, вот на все аттракционы потратить. Выбирай, какие тебе нужнее, какие тебе нравятся. Сам выбирай. Да, расставление приоритетов. Ой, прекрасно прям. Да, расставление приоритетов и обязательно отказываться от чего-то. Если туда, то на это не хватит. Если туда, то на это. Он еще с бюджетом напряг, но вот это понятие отказаться от чего-нибудь в пользу чего-нибудь, оказывается иногда очень даже полезно. Очень полезно. Евгений Москва пишет, я начал зарабатывать в 6 лет. Ну, Евгений, а можно как-то поподробнее? Каким образом вы начали зарабатывать в 6 лет? Я, если начинать хвастаться, я тоже могу сказать, что я в 10 лет тогда, получается, начала зарабатывать, потому что мы с подругой решили мыть полы в школе. Я не знаю, мне кажется, все через это проходили. У меня мама просто в школе работала, и было очень удобно, в принципе, возможно договориться. И вот мы, наверное, помыли с ней эти полы месяц. После этого что-то мне как-то вообще это надоело. И я сказала, нет, хватит. Ну, я была счастлива тем 10 рублям, которые мне заплатили. Это красная, прекрасная советская бумажка. Вот. Это я запомнила, да. Дмитрий Барнал. Было исследование в России, порог, после которого люди говорили, что нам хватает, наступал примерно после 190 тысяч рублей в месяц. Это в смысле на человека или на семью? Надо спросить, семья есть, кольки человека, а? Да-да-да, прожиточный минимум. Скорее всего, на человека. Это по поводу первых денег. Кто-нибудь смотрел? Павел пишет, я в 20 начал зарабатывать. Ну уж рассказывайте тогда, каким образом, интересно же. Я по-честному в 13. Я на швейной фабрике номер один тогда еще была такая. Вы чего шили? Я нет, я по-честному красил панели, пол, это конвейер. Вот, там, огромнейший конвейер, где шились бушлаты военные, там, вот это. И вот ремонт, конвейер остановили на ремонт, и я красил валиком, кисточкой, плентуса, панель. Вот это было, я нанюхался этой краски, я углаздался сам, это ужас это было. Но я заработал первые деньги как раз в 13 лет. Павел пишет, что он был ночным директором. Что это значит? Сторожем. То, что он, мави. Простите, вот сторожем я, слава богу, не работала. Алло, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Вы знаете, ну, я свои первые деньги начал зарабатывать, пошел на работу в цех, устроился учеником токаря, работал. Это был возраст 16 лет, то есть после школы. Год отработал, потом уже поступал в год на училище. Ну, это уже осознанное все было, да? Это было осознанно, это все было нормально. А, скажем так, так как в училище всегда хотелось бы как-то жить неплохо, а мама у меня одна осталась в том времени, и помогать сильно-то не могла. По ночам бегали в самололку, зарабатывали, разгружали вагоны. Нормально. На горы ветки? Да, да, да. Знакомое место. Перед таскали, и уголь разгружали. Хорошее было время, нормально подрабатывали. Евгений, а мне вот интересно ваше мнение по поводу того, нужно ли платить детям, и если нужно, то в каких ситуациях? Да, нужно платить, но не дома, скажем так, ребенку платить. Дома ребенку нужно просто, я не знаю, у меня просто было построено воспитание так, что деньги, объяснялось, что деньги не даются просто так, с неба они не сытятся. И у него нету по сей пору такого, чтобы он их тратил, там если где-то что-то оставляется, ему деньги какие-то, ну, просто так они куда-то улетели, и такого не бывает. В том году он уже сам зарабатывал деньги, работал, причем потратил, скажем так, в первую очередь купил мамин подарок. О, какой молодец. Понятно. Спасибо. А детям вот деньги давать, вот у меня сейчас полишка, скажем так, работает, друг, накачник попросил его, он попросил, чтобы он поработал, он в том году работал, в этом году работал, он не хочет, ну, давай деньги просто так. Я говорю, я много платить не могу, конечно, да не надо ему много платить, я ему сам буду, ты мне в конце месяца приходишь, эти деньги ты ему оплатишь, чтобы он-то не понимал, что получил деньги просто так, что он их заработал. Вот. И тоже ребенок, в принципе, в том году, ну, заработал деньги, и купил маме тоже подарок. Отлично. То есть вполне нормальные, вполне растут. Ясно. Которые ценят кокейку, которые зарабатывают его сами, ну, скажем, 15 лет, а парень грамотно соображает, работает неплохо. Спасибо. То есть есть люди, которые могут зарабатывать сами. Спасибо большое, Евгений, 658105. И все-таки к первым деньгам смотрела недавно фильм, не смотрели «Сатисфакции» с Евгением Гришковцом? Мне так нравится, как они там рассуждают о первых заработанных деньгах. Мне, к сожалению, не получилось снять звук с фильма по некоторым техническим причинам, но мне бы хотелось вот всем озвучить. Значит, там происходит в фильме диалог о том, кто начал, опять-таки, зарабатывать первые деньги. И вот герой Евгения Гришковца рассказывает, мол, в детстве они с другом лет в 12 воровали арбузы. И вот с этим грузом таскались по домам, и даже у них покупали эти арбузы. И он говорит, что арбузы были тяжелые, а деньги легкие. А потом он вырос и начал подрабатывать на фасовальном заводе, фасовать муку по килограмму. И он говорит, пакеты такие бумажные, и это было тяжело. И знаешь, тогда я твердо решил для себя, никогда, никогда не буду заниматься вот такой вот монотонной и такой тяжелой работой. От нее деньги тяжелые, а тяжелые деньги всегда маленькие. С тех пор я люблю легкие деньги. Вот правда, как истина открылась, честное слово, очень понравилась эта фраза. И я подумал, действительно, какой бы ни была сумма, размер-то, в общем-то, он не важен, да? Ой, как важен. Если они достались тяжело, они в любом случае будут казаться маленькими? Не знаю. А давайте подумаем. Вот хотелось бы понять адекватность, потому что мне приходилось на эту тему много разговаривать, и особенно, когда я проработал в службе занятости. И что такое адекватная зарплата, это очень интересно. Люди не всегда понимают, они еще любят говорить, так, справедливая зарплата. Я говорю, понимаете, две технички работают. Одна в банке, на втором этаже протирает ламинатные полы, а вторая в Марира, вон там вот по весне, по осени грязь мутызгает. Вот та, которая в магазине мутызгает, она получает 3-5 тысяч, а та 15-20. Какая из них, из этих зарплат, справедливая? Справедливая. Я не знаю, стоит ли вообще начинать разговор о справедливой зарплате? Так нет. А как? Существует ли такое понятие? Вот что такое адекватная зарплата? Вот именно адекватная. Что стоит зарплата? И что стоит твой труд? И как это оценить? Мы не умеем оценивать свой труд. Мы не умеем оценивать свою работу. Мы не умеем ее оценивать. Вот мы сейчас послушаем второй рекламный блок, и затем все-таки вернемся к деньгам. А так ли это? Эх, друзья, я, кажется, не справляюсь с нашими... С нашим чатом. С нашим чатом. Чего-чего? Ай, ладно, неважно, все, собралась. Итак, у нас в эфире программа А так ли это в студии Мария Макарова, психолог Алексей Васильевич Капранов. И мы сегодня рассуждаем о деньгах. Уже, видимо, заканчиваем разговор. Алло, добрый вечер. Алло. Маша, вот ответ Алексею Васильевичу. Адекватность зарплаты. Я уже приводил в какой-то передаче этот пример. В Алтайском крае работают два тракториста, бурдозериста. Один работает на дорожников, строит дорогу, а другой работает в системе Газпромов, ведут газовую трубу. Дорожник получает 20 тысяч, Газпромовец получает 50. Работает в одинаковых погодных условиях на одинаковых тракторах. О чем это говорит? О том, что, например, дорожники жадные, а Газпромовцы щедрые и достойно оценивают зарплату? Я думаю, что нет. Все зависит от того, что Газпром получает немыслимые просто прибыли за счет очень высоких тарифов и за счет продажи за рубеж. А дорожники, извините, получают столько, сколько им выделило федеральное правительство на постройку этой дороги. И пока у нас вот такой дисбаланс будет, не может человек, выполняющий одну и ту же работу, работающий в разных просто системах, получать по-разному. Вот это нужно Газпром. Вы можете платить такие деньги, значит, вы слишком много зарабатываете, нужно их налогами огреть как следует. Тогда они тарифы снизят. Сергей, Сергей. Секундочку. А то ведь, понимаете, секретарша какая-то, там кофе подано, получать тысячу баксов. Сергей, Сергей. Это же безумие. Давайте смотреть не сверху, не сверху. Спасибо, Сергей. А снизу вверх. Мы уже сидим, вот, мы не влияем на политику страны, мы не влияем. Я, к сожалению, не вхожу в кабинет президента, не могу ему посоветовать, так сказать. А вот знаете, вот так бы неплохо бы сделать. Тут давайте вот, кроме сотрясания воздуха с этой стороны, мы ничего не сделаем. Так, хотел бы зачитать сообщение в чате, но у нас есть звонок. Алло. Алло. Еще раз добрый вечер, Мария. Да, Евгений. А вы знаете, вот хочу сразу, Алексей, ответить. Насчет того, что технически в банках много получают, скажу вам, немного они получают. И труд там тоже, грязи хватает вложить. Это полдетель. Вот. А вот насчет адекватности зарплаты. Вы знаете, насколько человек себя ценит, он всегда сможет. Значит, человек готов попросить зарплату, такую, какую он за работу считает нужной, он ее попросит. Если человек не готов попросить и считает зарплату, которую ему дают адекватной, значит, она адекватная. То есть, все зависит именно от человека. Просто у нас люди еще не привыкли, скажем так, обращаться к руководству и говорить, я хочу работать за такие деньги. Евгений, вот, да проститься мне, сейчас я поговорю немножечко. Ну, спасибо большое, Евгений. Слушайте, так как-то приехал очень невидный психолог из Москвы, и он тут проводил мастер-класс для наших. По привлечению денег. Для наших психологов. И там было такое задание. Расскажите, сколько, то есть, обоснуйте, сколько стоит ваш рабочий час. То есть, вот ваш рабочий час сколько стоит? Готовьтесь к завтрашнему дню, все. Ну, наши психологи приходят, и он говорит, первый отсев. Если ваш час стоит меньше 50 баксов, я вас не слушаю. А 50 баксов это сколько рублей? Вот поэтому все вот приблизительно с такими же глазами и с такими же вопросами, потому что мы не привыкли изъясняться в баксах в Барнауле. И к тому же, ну, 50 на 30 умножаешь, и нормально. Ну, у меня плохо с умножением в уме. 1500. 1500. Вот, если он говорит, все. И мы такие, а это еще было давно тогда, еще у меня консультация стоила гораздо дешевле. Вот, и они все сидят, молчат. Он говорит, ну, давайте, кто на второй отсев? Все сидят, смотрят на него внимательными, добрыми глазками. Он говорит, у нас меньше 50 баксов, ты уже все, уже не психолог. Благо, мне понравились наши коллеги из Сибири. Я преклоняюсь перед нашими сибирскими психологами, мне говорят, да вы хоть 300 поставьте. Кто купит? Поставить-то можно. И даже задрать цену, я стою вот столько, да пожалуйста. Съесть-то он съесть, только кто ему даст. Как печально. Олег пишет, оценить работу можно примерно так. Сколько вы готовы заплатить другому человеку за такую работу, которую вы выполняете сами. Так, теперь все-таки к чату. Зачитаю все, что можно. Семен пишет, вот моя будущая жена училась в другом городе, времени было валом. И она хотела пойти на работу. Так вот ей мать сказала, я тебе что, мало денег даю, успеешь еще наработаться. Ну, у кого после этого руки не опустятся? Это бедненькая, ваша будущая жена. Евгений, Москва. В российском инфантильном социуме нужно учить детей и зарабатывать, и придумывать, и прочее. Далее. Семен пишет же, Дмитрий Барнаул. Ерунда, у каждого свой порог. Это по поводу 190 тысяч рублей. Я помню, когда Родине служила, мне Родина в последние годы давала столько, сколько я не был способен потратить. Занимал всем налево и направо. Ну, тут далее Семену предлагают, что надо было квартиры покупать, не занимать. И вот интересное сообщение от И.Кнехт. По-настоящему зарабатывать начал после того, как поменял свое отношение к деньгам. В 2007 году, не ради рекламы, в скобочках написано, когда прослушал курс 33 Капранова АВ. Опа. Сейчас сижу, слушаю ваше радио в кресле генерального директора, Алексея Васильевича. Опа. Спасибо, Алексею Васильевичу. Ой. Он даже не подозревает об этом. Хотя, конечно, он понимает, что он многим людям помог поменять свое финансовое состояние. У меня в связи с этим вопрос. Алексей Васильевич, почему вы не поменяли до сих пор мое финансовое состояние? Почему не поменял? Извините, я уже сижу. С сентября 2009 года. Так вы же на 33 не ходили. Ой, спасибо огромное. Вот самое приятное, вот, вот, вот. Я поменял. На что Семен пишет. И.Кнехт. Перечисляйте благодарность через Яндекс.Деньги. Тоже хорошо. И еще мнение от Семена. Адекватная зарплата – это та, за которую вы работаете. Ну, в общем-то, да. А если ты еще не работаешь? Вот я почему говорю, что, во-первых, нас приучили продавать оптом. То есть, не по-часовую. За месяц мы оптом продаем. И сейчас появилось такое хорошее время – ненормированный рабочий день. Это сколько? И он ненормирован в какую? В плюс или в минус? В минус я не видел. Чаще всего в плюс. То есть, от 12 и больше, да? Причем от светлаться до темнадцати. А если ты уходишь после, то это вообще неприлично. Он там нам еще звонит. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Да. Еще раз. Это Евгений? Да, Евгений. Вы знаете, вот вы начали говорить, за сколько человек готов работать. Вы знаете, вот меня всегда, можно сказать, так вырубает, может, нехорошее слово. Когда люди говорят, вот приходишь, они говорят, мне мало платят, я не буду работать. Вот сейчас. Во-во-во-во-во. Я тогда говорю, если вы считаете, что вам мало платят, и вы не хотите работать, либо меняйте работу, либо не приходите. Если вы работаете за эти деньги, то будьте любезны выполнять свои обязанности. Да я согласен с вами, целиком и полностью. Потому что по-другому не должно быть отношения к деньгам. Если ты пришел на эту работу, и тебе столько заплатили, и ты работаешь, значит, будь любезным выполнять свои служебные обязанности. Если ты не хочешь, поменяй работу и дорабатывай больше, если ты ценишь себя лучше. Другого не дано. Понятно. Спасибо большое, Евгений. Да. Я вот, я смотрю, мы вряд ли уложимся сегодня. Может быть, мы сейчас еще забросаем, и на следующей неделе продолжим тему денег. Мне тоже так кажется. Как-то мы так голопом по Европам, все подряд, и так до конца непонятно. Я можно дочитаю такие сообщения, потому что Евгений Москва пишет, а почему мы говорим только о деньгах? Евгений тоже, наверное, по поводу следующего эфира. А заработать первое место, а заработать хорошие оценки, это тоже работа и оценка работы. Ну, это уже другие какие-то мотивации, другие поощрения. Обо всяких можно поощрениях поговорить, и о победах, и достижениях. Но сегодня мы выбрали узкий аспект – деньги. Вот, когда меня спрашивают, мое отношение к деньгам, я сейчас успею хоть высказаться-то, да. Вот Дмитрий Барнаул пишет, последнее сообщение. Дмитрий Барнаул, если человек готов работать за 6 тысяч рублей, значит, он этого заслуживает. Семен ему отмечает. Дмитрий, в том-то и дело, зарплата – это цена, за которую мы продаем свой труд. Вот, в общем-то, вся тяжелая правда жизни. Вот, я как раз, да, чтобы на неделю еще задуматься, у нас же передача, а так ли это, и мало ли я еще сейчас ляпну, может, кто-то со мной не согласен, может, подумает, подкопит, а потом скажет. Когда меня спрашивают, я знаю всего два способа заработать деньги. Это либо дорого продать свое время, либо выгодно перепродать чужое. Вот и все. Ну, это я так. Я говорю, если мне кто-то расскажет третий способ, все остальное – это взять убога взаймы. Слушайте, точно, давайте, а то у нас так все печально, может, мы подумаем, как заработать. Вот я как раз про это. Дорого продать свое время, либо выгодно перепродать чужое. Нет, ну, конечно, можно продать дорогое свое время, может, кто купит. Вот у нас еще одну хорошую фразу, я хочу так забросить туда в эфир, и чтобы люди задумались, заслушались. Это как-то иностранцы сказали, знаете, почему у вас такое непонятное отношение к деньгам? Потому что, говорят, вы все хотите быть богатыми, но ненавидите богатых. И получается, вы ненавидите собственную мечту. Вот пока мы не выровняем нормально это отношение, мы и сами богатыми стать не можем, и богатых пытаемся уничтожить. И у нас вот эта прослоечка – мы либо бедные, либо ненавидимые. И так далее. И иногда некоторые просто боятся стать богатыми, потому что боятся вот в себе вот эту ненависть, свое чувство вины, и получить ненависть со стороны остальных. Это тоже очень опасная тема, поэтому я желаю, чтобы люди о ней, ну, недельку, если вдруг кому-то стало интересно, задумались. А через недельку, на том же месте, в тот же час, поговорим о вечном, о деньгах. Спасибо всем огромное за сегодняшнее участие в нашей программе. Мы встретимся в следующий понедельник. Счастливо и удачи, и много-много денег всем. Пока.